Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на Диаваде для творчества. Сегодня видео это часть номер 2 из моей серии видео про маски. Как я вам и говорила, я покажу вам сегодня, как можно очень просто и быстро из остатков ткани, которая у вас валяется дома, и всяких резиновых шнурочков сделать своими руками защиту для рта и носа, маску для лица. Это сейчас очень-очень актуально, подходит прекрасно для начинающих и очень просто она делается. И теперь начнем непосредственно с мастер-класса. Итак, все, что вам понадобится для изготовления маски, это ваша ткань. Я в любом случае советую вам использовать хлопок, так как его очень хорошо можно стирать. Маска будет оставаться гигиеничная, чистая, при 60 градусах хорошо стирается. Это убивает всякие разные микробы, ее можно на горячей стирке всегда стирать. Мне кажется, идеально подходит для масок, шнурки резиновые, иголочки, ваша линейка или примерная лента, ножницы для ткани, также обычные ножницы для бумаги. Но это, в принципе, все. Итак, я сделала специальный отрез ткани 20 на 20 см, это квадратик. Я вырезала его два раза, это одна лицевая сторона будет, и одна будет изнанка. Вы можете, как я и сказала, говорила в первой части из этой серии, сделать какую-нибудь флисовую вкладку или какую-нибудь другую ткань взять для этого, их очень много. Вам также понадобятся две резиночки, каждая 17 см в длину, и если вы хотите это сделать для ребенка, вам нужно взять квадратик 17 на 17 см или 15 см, и две резиночки длиной 15 см. Итак, вот наш первый шаг, мы берем две части, кладем их вот так друг на друга лицевой стороне, к лицевой стороне, так, и прошиваем полностью по кругу весь этот квадрат, так, делаем это так, чтобы где-нибудь осталось у нас маленькое отверстие, чтобы можно было повернуть, а аккуратненько эти части потом наружу. Итак, я обрезала также чуть-чуть края, уголки на краях, чтобы можно было аккуратно выворачивать эти ткани, красиво смотрелось. Итак, прежде чем вы будете зашивать отверстие для выворачивания, полностью прострочите вот здесь вот этот край, очень-очень близко к краю. Масочку потом сложите вот так вот напополам, и еще раз вот так вот ее отогните наверх, вот так вот, как я делаю сейчас. И получилась вот такая вот складка, ее сзади лучше видно, вот она, чем спереди, но вам просто нужно ее закрепить на вашей, на вашей масочке, вот так вот выглядит она здесь вот. Просто ее уберете вот здесь вот по краям, закрепляете, и следующий шаг вы просто по кругу вот так вот закрепляете вот эту вот масочку свою, и вот делаете еще раз вот такие вот, сверху будете здесь прострачивать, чтобы отлично все друг на друга лежало. Также вы делаете вот эти вот складочки еще несколько штут, они все смотрят вот так вот вниз, скрепите их также к бокам здесь на этой стороне, чтобы они их крепко держались, у вас ничего потом не выпало при прошивании. На другой стороне делается точно так же, и в общем-то это очень просто, после того, как вы вытешите, шейте снизу вверх, чтобы у вас красиво все смотрелось. Итак, я прошила это все, ну и теперь маска почти готовая, на эту сторону я уже подготовила в окончательном варианте, и так же, как у предыдущей маски, в первом видео вы просто вставляете сюда вот резиночку, концы, обязательно следите за тем, чтобы морщинки у вас были, так сказать, складочки вот эти вот изолированные, вы точно так же вот так вот складываете вот эту вот сторону, делаете, прошиваете здесь, вставляете туда резиночку, протягиваете резиночку вот от тоннельчик, и потом узелочек скрываете как раз в этом тоннельчике. Это вот, в принципе, и последний шаг у этой масочки, теперь она полностью готова. Ну, теперь вот она, окончательно видимая маска, выглядит очень красиво, надеюсь, что вам помогло это видео, так же, как и мое прошлое видео. Конечно, эта маска не может гарантировать, что она задержит все вирусы, которые будут попадаться вам на пути, но в любом случае она точно так же, как и обычная бумажная маска, которую вы заказываете онлайн, покупаете в аптеке, и так же защищает, как я и сказала, и если вам это видео помогло или понравилось, я буду очень рада, ставьте палец вверх, пишите с удовольствием свои вопросы, комментарии, замечания, я читаю в любом случае все под видео, и отвечаю так же с удовольствием, я очень надеюсь, что мы увидимся с вами так же в следующий раз, пока-пока!